привет вам с камбуза так и баннерского камбуза и так я готовлю себе обед очень вкусный сейчас вы это поймете друзья вот смотрите для начала я налил масло золотая семечка видели все налил сколько хотел вы тоже так делаете кашу маслом не испортишь также как и машу к словам вот я немножко вот так разлил пошатал чтобы равномерно распределить потому что у меня то печка с креном и так друзья теперь мы берем кладем вот видите я купил котлету я сам не умею делать у меня нету ничего не свиньи не коровы вообще ничего нету вот я купил я кладу ее в средину смотрите заметили я ее положил туда в середину котлету мы убираем вторую я потом буду готовить так котлету убрали убрали в холодильник теперь второе друзья смотрите посередине главное посередине положить теперь мы берем вот это вот правда я вам скажу такую вещь когда будете брать это называется мексиканская смесь так руки у меня чистые я вот вам покажу друзья я руки всегда имею привычку мыть видите вот смесь то значит разная но только мексиканцы знаю чего не режут царете вот это мексиканской смеси мы насыпаем в эту сторону запомнили если судить по моему состоянию то я насыпаю ее в левую часть от котлет левую сторону от котлеты вот я насыпал сделал это значит несколько горсточек поняли хватит это столько сколько я схряпаю теперь друзья вот здесь картошка при вы имеете ввиду я вам хочу вот совет дать дельми друзья если вы когда будете брать вот эти составляющие этого вкусного блюда в магазине говорите продавщицы чтобы она не завязывала пакет я вот кое-как развязал блин ей бы так завязать тесемочки на трусиках были я кое-как развязал это был ужас теперь берем при виде вот при 2 у нас во владивостоке 12 копеек 100 грамм цепи с правой стороны запомнили друзья с правой стороны насыпали теперь друзья мы естественно посмотрим как она лежит как она уложилась видите красиво да теперь мы врубаем печечку ой ну ладно друзья я теперь рублю сейчас печечку свою все знают куда она врубается на электрическая так главный главный то момент я забыл вам сказать друзья смотрите теперь я беру сол ведь и стол вы видите я буду солить я хитро она вот так чтобы соль моя падала меня в ладошку о видали вот таким образом веерным способом верным или вот так вот квадратно площадным представляете ну как хотите друзья но вы должны посолить теперь друзья смотрите но я несколько раз поставил каждый по вкусу солить понятно пальчиком можно помешать у меня пальчик чистый вам тоже рекомендую приготовлением пищи мыть руки полезно говорят для здоровья а и друзья тебе самое главное то я забыл надо еще хренчиком вот этим хренчиком вот этим хренчиком как всегда я же все этим хренчиком вот так вот сделаем вот раз два три 4 5 все готово и теперь блюдо будет готовиться я включаю его значит на двоечку печку и и как всегда друзья блин как всегда я забываю положить лаврика друзья лаврика обязательно лаврик дает изумительный вкус во всех моих блюдах блин лаврика мало надо купить вот положили вот так несколько лавриков все хватит хорошего понемножку и теперь друзья вот это все мы будем накроем крышечкой крышечкой накрыли и будем готовить до потери пульса поняли друзья надо теперь сделать осмотр это берется значит вилы открывается крышка видите сколько пару крышка убирается и далее как она шкорчит и мы аккуратно переворачиваем вот эту котлету заметили она как поджарилась классно и вот это мы возьмем вот так чуть-чуть пошевелим представляете друзья мы немножко немножко пошевелим и возможно возможно потому что я всегда так делаю и вам даже рекомендую беру еще соль соль вот так вот потому что когда она будет рассыпаться чтобы сюда ладошку сыпалась запомнили это мое новшество а с ладошки я облизываю но я вам показывать не буду ладно всего друзья мы значит перевернули и дальше накрываем это у нас процесс уже подготовки идет 15 минут запомнили 15 минут итак завершающий момент сейчас моя котлета почему-то пухнет и пухнет я не знаю почему вот она даже прилипла сволочь она прилипла оба она поджарилась картошка у меня окей мягкая лаврушка жарился картошка жарилась мексиканская смесь о видали стручка посоль а если мексиканский посоль будете умные как мексиканцы а мексиканцы это тоже американцы но они гораздо гораздо приятнее чем живущие в самой противной стране мира сша но это я к слову я люблю их всех уважаю спасибо еще пять минут и все готово больше я вам ничего показывать не буду вы главный это процесс запомнили я вижу правильно я говорю заключение посмотрите на мой фейсик худенький уважаемые такие баннеры я конечно съем эту котлетку со смесью мексиканской из картофелин фри и но перед этим пока я еще живой я хочу вас попросить внизу будет ссылочка на для помощи строительстве токарной мастерской я вам сообщаю при приятную новость мы собрали уже 58 тысяч рублей доллар я не уважаю я же патриот так что будьте патриотами шлите пожалуйста рублей всего вам хорошего ссылка будет внизу скоро будет не кухонная ерунда какая то хотя ее можно есть я думаю я выживу я уже много чего изготовил съел еще живой до сих пор представляете поэтому друзья я думаю вам будет лучше смотреть токарку чем мои кулинарные изощрения правильно всего вам доброго